так всем привет как настроение так значит мы сегодня чем мы будем заниматься значит сегодня у нас урок уже четвертый и посвящается теме предыдущей и теме нынешней так первое мы сами проверим домашнее задание то что мы с вами делали так значит мы с вами мы с вами делали упражнение и давайте тогда проверим значит упражнение 100 мы с вами получается будем его делать так значит проверим значит какими способами можно разложить на два множителя числа 18 42 и 55 способы при которых произведение отличается только порядком множителей считаем за 1 и так значит на 2 множители первое число мы можем разложить на 6 и на так не на 6 мы можем разложить на 3 и на 2 дальше второе число 42 мы можем разложить на 2 на так сейчас скажу на 2 на нет на 2 мы можем да у нас получится 21 на 3 мы можем разложить на 4 а на 4 нет мы можем не можем давайте попробуем еще так дальше 55 55 давайте разложим первое число на 1 на 5 на 10 надеюсь мы не можем еще можем разложить на 11 так что у нас еще есть теперь посмотрим что первое упражнение верно ли что все четные числа являются составными вообще ну не все четные числа но до математика говорит что составное число у нас всегда правильно все числа четные являются составными потому что в таблице простых чисел у нас там будет не те числа нечетные 102 упражнение может ли выражаться простым числом объем куба длина ребра ребра которого выражается натуральным числом и так это я задавала видимом домашнее задание поднимаем руку отвечаем так если есть если у кого-то какие-то заминки давайте решим в следующий раз так 100 теперь у нас 103 значит 103 мы сейчас просто ответим можете сейчас в чат или же так ответить мне начнем с марина да хорошо так ну получается первые во всех столбиках мы решили значит там только остальные да просто можешь ответы называть так ну сначала у нас будет 11 целых и одна десятая потом 5,7 потом 6,8 правильно и 3,88 да это правильно хорошо так так под буквой б так под буквой б так это получается минус 26 а то есть минус 0,26 да правильно так так потом 6,8 потом минус 2,69 так и потом 16 целых так ну вот по поводу 0,3 десятых и 0,29 тут есть ошибка тут есть ошибка получается вот у нас у нас мы помним правило что целые по целыми мы делаем а точно да запятые под запятой так значит у нас получается 0,30 минус 0,29 мы получим 0,1 а 0,0 целых 1,1 вот так тут мы получается 4 тут будет целых 16,4 десятых минус 4,0 сотых просто минус 4,0 ну мы подписываем 0,0 получается 16 мы получаем 12,4 десятых так давай в в что-то не не прорешила ага хорошо тогда вы просто ответы сейчас скажу значит так где у нас так значит здесь мы про получается делаем обычно 3 запятые под запятой но мы переносим одну запятую вперед чтобы нам не ошибаться то бишь 39 умножаем на 5 и умножаем на 20 39 на 20 мы получаем так 39 мы умножим на 0,5 умножим на 2 мы получаем здесь 0,5 на 2 умножаем получаем 1 остается 33,9 умножаем на 1 получим 3,9 дальше второе 1,25 умножаем на 1,9 запятые под запятой записываем значит получается одну как бы чуть-чуть запятую переносим как бы мы 125 умножаем на 190 125 мы умножим на 19 то бишь будет правильнее так мы получим даже нет так неправильно получится 23 целых 2 целых 375 сотых и умножим на 100 ну а не на 100 на 8 мы получим 19 обычное число 19 так дальше на 4 4 на 5,6 умножить на 0,25 значит здесь у нас будет 1 мы легче умножим 4 на 25 0,25 1 1 на 5,6 мы получим 5,6 дальше 30 мы умножим на 0,1 мы получим 0,30 ой нет мы получим 3 а а тут 3 на 0,5 мы получим 1,5 так теперь что у нас делением давайте прорешаем деление так я вижу кто у нас будем отвечать или просто ответы назовем так хорошо значит правило что мы решаем как обычные числа а потом отчитываем столько цифр до запятой сколько у нас было значит первое у нас 8,08 разделим на 8 просто решаем 808 разделим на 8 мы получим с вами 101 то бишь 1,01 дальше 9 целых мы разделим на 100 значит 9 целых разделить на 100 мы получим просто две запятые переносим ой две цифры переносим назад мы получаем 0,09 да какой-то вопрос был кто-то сейчас включал микрофон нет хорошо так дальше мы 600 6,73 разделим на 10 мы как бы запятую решаем как обычное число но мы видим что здесь есть 0,10 значит одно мы одну запятую переносим назад запятую переносим назад получаем 0,673 с тысячных так дальше 0,07 разделить на 0,01 здесь мы получим 0,01 0,07 так сейчас да так теперь решим у нас как будет такой веселенький момент перед уроком мы с вами решим 3 легких математических задач итак давайте с вами решим быстро первую какие цифры можно поставить вместо звездочки чтобы число делилось без остатка на 3 и на 5 и так значит мы знаем вспоминаем признаки делимости признак делимости на 5 давайте быстро мы проговорим так если число оканчивается на 0 или на 5 да хорошо значит и на 3 признак какой у нас делимости признак делимости на 3 когда сумма цифр окончания и сумма цифр будет делиться на 3 итак значит складываем первые цифры 2 2 плюс 4 6 плюс 1 ой 7 7 мы не можем разделить на 3 так давайте подумаем если мы поставим 0 то у нас получится 7 плюс 0 будет 7 так так значит 7 мы разделим мы не можем разделить на 3 значит остается 5 5 плюс 7 12 значит это разделится и на 3 и на 5 так значит число 2 415 мы сможем разделить на 5 и на 3 дальше число тысяч одна тысяча семьсот получается 17 тысяч триста и еще какое-то число триста сорок и еще какое-то итак давайте подумаем вспоминаем еще раз признак на 5 признак на 5 когда число оканчивается на 0 и на 5 на 3 сумма цифр делится на 3 значит мы тысяча сложим эти сначала цифры значит 1 плюс 7 8 но легче нам сложить 1 плюс 1 1 плюс 4 5 7 плюс 3 10 15 значит мы можем разделить 15 на 3 делится значит какую цифру мы в конец поставим правильно мы поставим цифру 0 мы получим одна семнадцать тысяч триста сорок потому что если бы мы поставили 5 20 оно бы разделилось на 5 но на 3 мы не смогли бы разделить мы бы смогли но у нас был бы с остатком так и последняя цифра число 4 тысячи триста 5 значит складываем для начала 3 плюс 5 8 плюс 4 12 так да 12 значит здесь нам ничего не нужно просто ставим 0 так 113 задача давайте же решим ее вместе значит вспоминаем дроби что такое дробь дробь это это часть числа какая-то если у нас вспоминаем как мы делим дроби значит нам нужно 210 разделить на 7 и умножить на 5 итак сколько будет 210 разделить на 7 30 30 хорошо 30 мы умножим на 5 мы получим сколько 150 150 150 хорошо значит сколько граммов крупы насыпали в стакан мы насыпали 150 грамм хорошо так здесь у нас задача на внимательность дочь пообещала я схожу в булочную и вымою посуду можно ли обещание считать выполним и выполненным если дочь первое вымала посуду но не сходила в булочную второе сходила в булочную но не вымала посуду а и помыла посуду и сходила в булочную и и четвертое не вымала посуду и не было в булочной и так значит мы понимаем что обещание может выполним тогда когда у нас выполняется оба если у нас выполняет хоть какое-то одно все равно обещание будет не выполнено значит а какое обещание у нас будет выполненным Обещание у нас будет выполненным под буквой В. Она и вымыла посуду, и сходила в булочную. Так, сейчас мы с вами прочитаем правило на разложение на простые множители. Так, разложение на простые множители. Давайте прочитаем. Значит, число у нас 210 является произведением. Что такое произведение? Произведение – это мы, когда число умножаем на 10. Значит, 21 на 10 мы получаем 210. Значит, 210 равно 221 на 10, числа 21 и 10 составные. Так, давайте подумаем, как мы их можем разложить, на какие цифры. Давайте подумаем, на какие числа мы можем разложить 10. Мы можем числа разложить 22 и 5. На какие числа мы можем разложить 21? Мы можем заглянуть в таблицу умножения. Мы можем эти числа разложить на 3 и на 5. Так, хорошо. На 3 и на 7. Получаем, что 210 – это у нас 3 на 7, на 2 и на 5. Теперь в произведении 3 на 7, 2 на 5 – все множители простые числа. Что такое простое число? Простое число – это то число, которое мы не можем разложить. Оно не составное. Оно делится на 1 и на само себя. Так, хорошо. Давайте теперь посмотрим на по таблицу. Заветую вам ее зарисовать, чтобы не забыть. Итак, число 210 можно разложить на простые множители иным способом, то и без другим. Так, значит, первое мы 30 умножим на 7. Дальше 10 на 3 на 7. 5 на 2 на 3 на 7. Получились те же самые простые множители, только записанные в другом порядке. Прошу вас запомнить одно правило. Мы всегда записываем множители в порядке их возрастания. То есть 210 у нас является 2 на 3 на 5 и на 7. Так, всякое составное число мы можем разложить. Так, мы можем разложить на множители в порядке их возрастания. То бишь, так это мы произнесли, значит, при любом способе получается одно и то же разложение, если у нас не учитывать запись множителей. Так, при разложении чисел на простые множители используют признак делимости. А какие признаки делимости вы знаете? На какие числа вы знаете? Признаки делимости. Так, ну получается на 11, если сложить все числа, то это число. Угу, да. То делится, получается. На 5 мы перечисляли. Так, хорошо. Так, еще на 2, на 4, на 6, на 8. Это если число оканчивается этой цифрой или нулем. Угу. Хорошо. Так, давайте теперь решим еще. Разложим, например, на простые множители число 756. Оно делится у нас на 2. На 2 мы можем его разделить, так как оканчивается четная цифра 6. Имеем 756, деленное на 2. Получаем 3778. Проведем вертикальную черту и запишем от нее слева делимое 756, а справа делите 2. Частное запишем под числом 756. Число 378 тоже делится на 2. При делении мы получаем в частном 189. 189 мы не сможем разделить на 2. По какой причине? Потому что оно не наканчивается на четную цифру. Оно оканчивается на нечетную. Но 189 делится на 3, так как его сумма цифр делится на 3. При делении мы получим число 21. 21 мы сможем разделить на 3. При делении мы получим число 21. Число 21 также делится на 3. Причем получаем в частном простое число 7. При делении числа на 7, 7 на 7 мы получаем 1. Итак, когда у нас оканчивается единицей, мы понимаем, что разложение на множители закончено. Теперь мы можем понять, что 756 равно 2х2, 3х3 и на 3. И еще у нас на 7. Итак, давайте ответим на вопросы. Существуют ли составные числа, которые нельзя разложить на простые множители? Можете свободно ответить. Да, у нас бывают составные числа, которые мы не можем разложить. А, нет, подождите, нет, нет. У нас таких чисел почему? Потому что составные числа у нас всегда четные. А четные мы можем разложить на другие числа. Чем могут отличаться два разложения одного и того же числа на простые множители? Отвечаем. Можете просто ответить. Отвечаем. Отвечаем. Так, да, могут отличаться два разложения одного и того же числа на простые множители. Нет, они не могут. А потому что, если мы будем рассказывать разным способом, то все равно число мы получим одно и то же. Так, давайте сейчас выполним упражнение к теме 5. Итак, разложим на простые множители числа 216, 162 и 144. Так, поднимаем руки, чтобы можно было по очереди. Если не получится, тогда разложим вместе. Так, хорошо. Итак, мы возьмем пока два числа, потому что у нас полчаса еще до урока осталось. Так что нам нужно успеть все задачки решить. Значит, мы разложим 216 на 2. Почему мы можем так сделать? Потому что у нас оно оканчивается на четную цифру. Так, сейчас сотру, я случайно не то взяла. Так, разделим на 2. 2 разделить на 2, 1. 16 разделить на 2 мы получим... Так, значит, у нас остается 216 мы разделим на 8. На 2, простите, мы получим 108. Так, хорошо. Посмотрим дальше. На какую еще мы... На что мы можем еще разделить? Мы еще разделим на 2. Итак, 108 мы разделим на 2. Мы получим 54. Ой. 54. 54. Так. 54 мы можем разделить на 2? Можем. Хорошо. На 3 мы сможем разделить? Тоже можем. Чтобы нам было кратче, давайте разделим на 3. Мы получим 18. Так, смотрим. 18 мы сможем разделить на 2. Можем. Так. А на 3 мы тоже можем, значит, мы тоже берем по 3. Мы получим 6. Так. 6 мы сможем разделить на 2. Тоже на 3. Давайте тогда быстро разделим. Получим 2. 2 разделим на 2. Получим 1. Итак, множитель у нас является 2, 2, 3, 3, 3, 2. Так. Хорошо. А у нас еще есть еще один способ. Мы можем подобрать другие числа. Да? Мы возьмем вот так. Значит, 54 мы разделим на 2. Если мы 54 разделим на 2, то мы получим 27. 27 мы можем разделить на 3. Мы получим 9. 9 разделить на 9. А, нет, подождите. Мы еще можем разделить на 3. Мы можем разделить. Да? Тут очень много способов. Получим 3. 3 разделим на 3. Получим 1. Но все равно одинаково получается. 2, 2, 2, 3, 3, 3. Все равно 3х3 на 3, 9. Вот. Так что очень много разных вариантов, как это делать. Но все равно все одно и то же. Множители у нас получатся одни и те же. Вернее, разные, но одинаковое получится число. Итак, значит, домашнее задание у нас будет. Это 121, кроме 216. Вот. Так, мы это сделали. Значит, 122 тоже будет домашнее задание. 123. Давайте сделаем 2 буковки. Запишем все двозначные числа, которые раскладываются на 2 различных простых множителя. Один из которых равен 11 и 13. Итак, давайте это упражнение выполним вместе. Так. Хорошо. Давайте тогда попробуем выполнить. Нам нужно запишать все двозначные числа, которые раскладываются на 2 различных простых множителя. Так. Ну, давайте тоже сделаем как домашнее задание, потому что нам сейчас нужно быстро-быстро все прорешать. Давайте сделаем 124-е. Ой. Итак, 124-е. Высним делить или делится ли число А на число Б без остатка, если А дважды 2, 2 на 3, на 5, на 7 и Б 2 на 3, на 7. Итак, давайте решим. Значит, дважды 2, 2 на 2, на 2, получается. Так, тут 4 на 2, 8. 8 на 3, 8 на 3, сколько у нас получается? Получается 24. 24 мы умножим на 5, мы получим 120. 120. 120 мы умножим на 7. Мы получим 840. Итак, записываем в себе 840. Пробуем. Мы попробуем разделить на… Так, 21 на 2, мы получим 42. Разделить на 42. Так. Значит, давайте решим, и мы получим 20. Так вот. Хорошо. Так, все остальное тоже будет, как в виде домашнего задания, потому что нам сейчас в основном нужно решить задачи. Ну, давайте тогда еще Б сделаем, чтобы слишком многого вам не было. Так, значит, 3х3, 3 мы умножим на 3, умножим на 5, еще на 5, потом мы умножим на 11. Мы получим 2440, 2475, разделить на… Сколько у нас тут? 3 на 3 на 5. Так, мы получим 12.375. Вот так у нас получается. Так, значит, все записали. Хорошо. Так. Значит, стираем. Так, давайте тогда с вами выполним задачи. Так, значит, даю вам на 127 подумать немножко, как ее решать. Так. 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 Итак, давайте попробуем решить 127-ю задачу. Прочитаем. Существует ли прямоугольник, стороны которого выражаются натуральным числом, а периметр – простым числом? Как вы думаете? Итак, давайте подумаем. У нас стороны выражаются натуральными числа. Натуральные числа – это любое число, кроме простого. Простое число – это которое несоставное. К примеру, возьмем число… Не знаю, давайте возьмем… Так, даже не знаю, давайте возьмем 30… 80 даже нет. Давайте сейчас… Какое число надо придумать? Так, хорошо, давайте придумаем 8, а периметр – простое число 5. Значит, 8 на 5 у нас получится 40. 40 – это у нас его все стороны. Давайте лучше сделаем это как домашнее задание или нас разберем на следующем уроке, потому что над этой задачей нам нужно подумать. А тут у нас нам нужно вообще все повторить и пройти. Нам не нужно зацикливаться, у нас повторение, а не изучение нового материала. Так, найдем по два простых делителя, каждого из чисел. Так, 54. 54, к примеру, давайте возьмем… Какие у нас есть простые числа? Простые числа. Простые числа. Два вроде бы простые числа. 54, по два простых. Так, ну 54… Нет, это 53 – простое число. И 59. А 54 – это у нас натуральное число. Так, значит, повторим правило, что натуральное число – это все числа и составные простые. Простое число – это которое делится на… у него два делителя, само число единица. А составное число – это число, которое разлагается на несколько, на два или более делителя. Так, давайте подумаем. Так, значит, 54. Может быть, давайте возьмем по два простых делителя, каждого из чисел. Ну, можно взять… Так, 13 у нас не подойдет. Попробуем взять 3. Возьмем по 3. Да, 3 у нас получится. Так, потому что мы 3 разделим на 54, давайте решим. 54, вернее, разделим на 3. Мы получим 18. Так, и еще одно нам нужно придумать. 18 у нас не является простым числом. Простым числом у нас 17 и 19. Значит, давайте попробуем взять по 2. И 2 у нас еще. Так, тоже, да, значит, у нас два простых числа являются 54, у 54 будет являться 2 и 3. Так, давайте еще одно 62, а 4 остальных числа вам как домашнее задание. Так, 62. Значит, смотрим, пробуем взять по 2. 62 мы попробуем разделить на 2. Итак, у нас получится 31. Так, а пробуем на 3, а на 3 у нас не получится. Давайте посмотрим, какое у нас еще тут есть число. Пробуем по 5. Нет, у нас не получится. Почему? Потому что здесь у нас оканчивается на 2, а иное, другое число, признак делимости на 5, это у нас оканчивается на 0 или на 5. Пробуем по 11 взять. Или на 7. Нет, на 7 у нас не разделится, будет 63. Пробуем 11. На 11 у нас не разделится, будет остаток. Пробуем на 13. Здесь метапом подбора самое главное работать. Не получается. Пробуем по 17. По 17 тоже не работает. Пробуем по 19. 19 у нас нет, тоже получится остаток. Пробуем по 23. 23 тоже у нас будет остаток. Пробуем 29. Тоже остаток. Значит, здесь у нас пока только одно. 31. Сразу пробуем 31. Вот, у нас 2 и 31. Эти два числа. Все. Так, давайте теперь подумаем 130-ю задачу. Могут ли быть простыми числами координаты точек А, В, С и Д? Если П – это простое число. Так, ну, значит, 1 – это у нас единичный отрезок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значит, 6 – простое число. Нет, значит, тут 5. Значит, П у нас является 5. Значит, минус 1А – это у нас 4. Дальше плюс Б – 6. Значит, П плюс П – это у нас получается 4, 8. 8 плюс 4 – это у нас 12. Нет, у нас не получится. Не могут быть простыми числами, если П – простое число. Нет, не может быть. Нет. Так, посмотрим 131-ю задачу. Представьте, что А – число 3 в виде дроби со знаменателем 5, значит, 3 в виде дроби со знаменателем 5. 3. Так, давайте посмотрим, как это будет выглядеть. 3 со знаменателем 5. И Б – число 1 в виде дроби со знаменателем 12. Это у нас получается 1 двенадцатая. Так, значит, 3 в пятых, 1 двенадцатая. Хорошо. И давайте как раз быстро, я придумала вам такую задачу, как со сложением. Даже нет, с умножением. Так будет посложнее. Итак, значит, быстро решим. Значит, возьмем фиолетовый, так. Смотрите, нам нужно сократить для начала. 12 и 3 мы сокращаем. Так, значит, здесь у нас будет 1, а тут 4. Получается, мы просто умножаем 5 на 4, 1 на 1, мы получаем 21, а 1 на 1, 20. Или же 0 целых. Давайте перейдем в десятичную дробь. 0 целых. 0,05. Так, решаем 132. Выполним детствие. Давайте сделаем 2 на вычитание и сложение. Итак, тут с одинаковыми знаменателями. Ну, ладно. Пока для начала сделаем так. 5, 5 плюс 3, 8. Вот. Так, значит, давайте, кстати, вспомним, какие у нас бывают дроби. Дроби у нас бывают правильные и неправильные. И еще одна есть, которая с одинаковым числителем и с одинаковым знаменателем. Значит, правильные дроби у нас, когда знаменатель больше числителя, да, неправильные дроби у нас числитель больше знаменателя, а правильные дроби, когда у нас одинаковые и числитель, и знаменатель. То бишь, и мы можем перевести его в целое число. Так, хорошо, значит, 5 плюс 3 у нас 8. мы получаем 8 тринадцатых, семнадцатых. Сократить мы можем? Можем ли мы сократить дробь 8 семнадцатых? Нет, мы не сможем. Так, решим еще одну. 5 девятых минус 1 девятая мы получаем 4 девятых. Можем мы эту дробь сократить? Нет, мы эту дробь сократить не можем. Так, стираем, чтобы нам не мешало. Всем было понятно все? Так, никого не слышно. Или-то у меня все зависло? Так, ладно. Хорошо, давайте попробуем задачу 134. 133 у вас идет в виде домашнего задания. Ну, как домашнее задание, просто самостоятельная работа, чтобы вам подумать. Домашнее задание – это когда мы разбирали новую тему, все бы это объясняли. Вот, а так самостоятельная работа. Ну, мы неправильно сказали. Так, 134. Книга на 100% дороже альбома. На сколько процентов альбом будет дешевле книги? Давайте подумаем, значит, возьмем книгу, так вот. Значит, к примеру, возьмем, что она будет стоить 50 рублей. 100 рублей. Так. Ой, я не то говорю, книга. Альбом у нас будет стоить 50 рублей. Так, а давайте вспомним, что такое 100%. Так, что такое 100%? Это одна целая. Да, это одна полное число. Одна целая. Так, значит, альбом у нас стоит 50 рублей. Так, значит, а книга на 100% дороже альбома. То есть 100% альбома. То есть мы сложим 50 плюс 50, мы получим 100. Получим 100. Значит, сколько у нас процентов, на сколько процентов альбом дешевле книги? На 50, как бы на половину суммы альбома. Ой, да, на половину суммы. То бишь 50%, да, на половину суммы альбома. Так, ну давайте, наверное, еще какую-нибудь задачу попробуем сделать. Вот под буквой «Б» у вас будет домашнее задание. У меня еще есть один слайд для вас как подарок. Хотя у нас, а, вот это домашнее задание, там у нас будет, вот, именно домашнее задание. А то была самостоятельная работа. Сейчас мы к нему придем. Значит, давайте быстро решим 138-ю задачу. Итак, запишем ее, это очень важно. Итак, решим задачу. Две бригады хлопка-коробов собрали вместе, общая сумма, 20,4 центнеров хлопка за день. При этом первая бригада забрала на 1,52 центнера, сотых центнера больше второй. Сколько центнеров хлопка собрала каждая бригада? Так, с чего мы начнем? Для начала мы составим это как уравнение. Откроем белое пространство и запишем. Мы будем решать это в виде уравнения. Для начала запишем дану. Так, значит, вместе у нас будет являться. Давайте я сотру. Просто текстом напишем. Вместе у нас будет 20,4 центнера. Дальше, за первый день. Да, ну, так, значит, первая бригада. Так, даже нет, у нас уравнение, да? Значит, мы... Получается 2, 2. Два вторая бригада мы вычитаем х. Переходят в х. Так. Стрелочка переходит в х. Ой. С х. Так, хорошо. Дальше, что у нас? И, следовательно, мы будем делать первая бригада. Так, хорошо. Х плюс 1... Так, это с абзаца напишем. И х плюс 1,52 центнер. Потому что у нас на больше. Так, сколько центнеров собрала каждая бригада? Так, значит, нижняя подчерк... Ой. Значит, первая бригада тире вопрос центнеров. Вторая бригада тире вопрос центнеров. Итак, теперь запишем решение. Самое главное, ставим знаки припинания. Итак, значит, первое действие. Даже мы... Мы уравнением решаем? Уравнением, значит, без действий. Итак, значит, 2х... Ой. Икс. Так, сейчас. Икс. Плюс 1,52. Равно... Ой. Плюс... Икс. Плюс икс. Так, равно... 20... Ой, у нас надо равно. 20 целых... 20 целых... Запятая... 4 десятых. Так. Надо было, чтобы по времени мы успели. У нас еще 5 минут. Так. Значит, икс... 2... Икс плюс икс мы получим 2. 2... 2... 2... Ой, тут равно... 2... Равно... 20 целых 4 десятых. Это... 4... Минус... Сколько у нас там получается? 1 целая... 52 центнера. 2 икс у нас будет равен... Сколько у нас там получается? Сейчас. 18... 19 целых... 18 целых... Запятая... 88 сотых. Так. Дальше нам нужно разделить на 2. Значит, икс равен... 18 целых... 88... Ой... 88 сотых разделить на 2. А почему у меня клавиатура-то такая? Икс равен... 9 целым... 44 сотым. Дальше. Это у нас не закончено. Теперь найдем вторую бригаду. Ой... 2. Это у нас вторая бригада. Сразу запишем в скобочках 2b. Чтобы мы не запутались. Так. Теперь найдем первую бригаду. Мы просто... 9 целых... 44 сотых. Мы прибавим. Плюс... 1 целое... 52. И мы получим... Так, сейчас... Не хочет. Так, значит... 44 плюс 52 мы получаем 96. Мы получаем 10 целых 96 сотых. 100 сотых центнера. Это у нас получается первая бригада. Так, первая бригада. Так, значит... Ответ у нас получается... Первая бригада у нас собрала 10 целых 96. Вторая бригада... Вторая бригада у нас собрала 9 целых 44. Так. И теперь... В виде домашнего задания. Так. Значит, сейчас я... Заскриньте. Кто не успел записать. Так. Все успели записать? Все? Всем? Всем было понятно? Хорошо. Теперь время домашнего задания. Так. Значит... Домашнее задание у вас будет такое. Так. Секунду. Сейчас мне нужно стереть. Итак. Значит, домашнее задание у нас такое. Вы выполняете вот такую табличку. Две таблицы. Это домашнее задание. Это не самостоятельная домашняя работа. Мы ее с вами проверим. Вы будете мне отвечать. И вы будете выполнять букву А. 145-е упражнение А. Под буквой А. Вот. Значит, потом будет у нас второе. И мы на уроке с вами решим под буквой Б. Второе. Самое главное, чтобы вы поняли, что первое, что второе. Итак. Значит, первое у нас будет первое, второе в скобочках. Второе будет деление. Третье умножение. И четвертое 9,01 сложение. Так. Надеюсь, всем все было понятно. Все понятно. Всем было интересно на уроке. Значит, всех жду на следующих уроках. Всем пока-пока. Все, ребята. До свидания. Всем пока-пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...